Осень телевизионщики Московской области ждут с особым трепетом, ведь в октябре традиционно проходит один из старейших телевизионных фестивалей Братина, которому в этом году исполнилось 27 лет. За свою богатую историю через популярный конкурс прошли десятки журналистов и тысячи работ. Здесь рождались новые звезды экрана, воплощались самые смелые медийные проекты. Братина – это не просто фестиваль, это философия жизни. Фестиваль развивается. Смотрите, он уже сегодня называется фестиваль медийного творчества. Сегодня нельзя отделить одно средство массовой информации традиционное от нетрадиционных. И меня очень радует эта перемена. Я надеюсь, что в этом направлении Братин будет развиваться и дальше. Три насыщенных фестивальных дня. Началась Братина с самого престижного конкурса «Репортажа с колес». Тема в этом году участникам была известна за сутки. Педагоги и наставники. Журналисты «Видное ТВ» осветили историю уникального места – музей заповедника Абрамцева под Сергиевым посадом, где жили и творили выдающиеся художники 19-го столетия. Общая атмосфера фестиваля очень хорошая, дружеская такая. Есть вот это ощущение некого братства. И в целом, я считаю, мы хорошо выступили. И в принципе, здесь есть очень много талантливых, интересных людей, которые привезли хорошие, качественные материалы, отражающие сегодняшнее время. И где-то даже, может быть, это и на перспективу есть задел такой достаточно приличный. Но есть к чему стремиться. Причем всем и, конечно же, нам, как в «Видное ТВ» в первую очередь. Редкий случай, когда журналисты телеканала «Видное ТВ» приезжали бы с фестиваля без главного приза. В этом году заветную чашу «Братины» Ленинский городской округ взял в номинации «Этот удивительный мир» за передачу Татьяны Брыловой «На волне». Это направление обязательно нужно развивать, потому что дети – это наше будущее. В том числе и журналистское будущее. Спасибо. Много полезного участники фестиваля узнали от общения с легендарными коллегами, которые стояли у истоков создания отечественного телевидения в том виде, который имеется сейчас. Опытные журналисты делились секретами на своих мастер-классах и в приватных беседах. Профессионализм и правды – вот два направления, которые никогда не умрут. Профессионализм нужен всегда, везде, при любых обстоятельствах. Более того, даже когда значительно сложнее становится в мире, в жизни, в стране у нас, более требуются профессиональные люди. И правда, знаете, правда никогда не бывает невостребована. Она всегда нужна. Братина закончилась, но телевизионная жизнь продолжается. Впереди у коллег 12 месяцев, чтобы создать нечто удивительное, что способно поразить притязательное жюри. Юлия Погосян, Александр Логин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.